ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пронесла в бесконечных ночах двухпудовый станок пулемета на своих неокрепших плечах. Поднималась она под обстрелом, и поля разминируя шла, и случалась под пулями пела, а иначе она не могла, ничего ее нету дороже. И когда бы вернулась она, я бы вновь ее так же и прожил, мне другая судьба нужна. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ноги отяжелели руки и мозги. А что поделать? Обратиться к другу, а он твердит одно, не отставай. И вдруг на старшина на всю округу как гардлит «Эй, старшинов, запевай!» А у меня ни голоса, ни слуха, и нет, и не бывало никогда, но я упрямо собираюсь с духом. Пою, а голос лап мой, вот беда, но тишина за мною раскололась от хриплых балетонов и басов. О, как могуч и как красив мой голос, помноженный на сотню голосов. И пусть еще не скоро до плевала, но легче нам шагается в строю. Я был когда-то ротным запевалой, да и теперь я изредка пою. Я вырос в большой семье, я был девятым ребенком у своих собственных родителей, как говорится. Родился в Москве, и отец у меня был человек не очень грамотный. То есть он, конечно, был грамотный, но у него образование было церковно-приходская школа. Мать вообще одного класса даже не окончила в сельской школе. Но, тем не менее, у нас в семье был культ книги. Все старшие братья, у меня их было пять человек, они или сестра старшая, во время, вот, после ужина мы садились за столом, за беденом нашим, и обязательно у нас два-три часа было чтение книг, вслух. Читали ли старший брат или сестра. Был, конечно, почетен в большом почете Некрасов, Кольцов, поэты, в общем-то, такого деревенского склада больше, сельского. Никитин, Алексей Константинович Толстой, ну, я уж не говорю о Пушкине там и Крылове. Даже иногда читались и авторы иностранные, зарубежные. Я помню, читали у нас песню Гаеватова, Фауста, даже уже перед войной, так сказать, мы до Фауста дошли. Вот такой какой-то у нас был культ поэзии. И к каким-то годам, наверное, к 12-13, я довольно прилично до своих лет знал русскую, в всех случаях, поэзию. Ну, я думаю, что не случайно, что начал стихи писать, потому что вот была какая-то такая подготовка литературная, чисто поэтическая. И поэтому вот когда в 37-м году я первые стихи написал, шла война в Испании. Тогда мы были настроены очень по-боевому, очень сильные были чувства интернациональные. У нас в классе в 282-й школе висела карта Испании. Мы отмечали кружками линию фронта. И вот когда республиканцы взяли, одержали такую победу, взяли город Теруэль, я, значит, вот не выдержал, так сказать, и у меня прорвались стихи. Я написал первые свои стихи. Стихи, конечно, были слабые, я и послал их в «Пионерскую правду». Ну, их не напечатали, но пригласили меня в дом художественного воспитания детей. И сказали, что вот с этим письмом я обратился, и меня туда примут. Вот действительно я там начал заниматься в этой литературной студии при доме художественного воспитания детей. Ну, конечно, стихи, которые я писал и мои товарищи писали, они были довольно-таки умелыми по форме, но содержания в них было маловато, потому что, ну, что у нас было за плечами? Школа, мама, папа, вот квартирный какой-то миров такой. Ну, а, конечно, более-менее такие уже стихи, где свое содержание появилось, это стихи, конечно, армейские. Когда я немного послужил, побывал там в училище, в окопах и так далее, тогда появились вот стихи, которые начали печататься уже в то время. Я был помощником командира пулеметного взвода. Мы печатали стихи в боевом листке, а потом мы их перепечатывали в нашей дивизионной газете, в нашей газете, армейской газете. Я даже попал на совещание молодых поэтов Западного фронта. Это было в 43-м году летом. Может быть, некоторые из этих армейских стихов я сейчас прочитаю. И вот в свои 17 лет я стал в солдатский строй. У всех шинели серый цвет, у всех один покрой, у всех товарищи солдат и вроде в полку. Противогаз да автомат да фляга на боку. Я думал, что не устаю, что не перенесу, что затеряюсь я в строю, как дерево в лесу. Льют бесконечные дожди, и вся земля в грязи, а ты, солдат, вставай, иди, на животе ползи, иди в жару, иди в пургу. Ну что, не по плечу? Здесь нету слова, не могу, а пуще не хочу. Мети метель, мороз, морозь, дуй ветер, как назло, солдатам холодно поврось, а сообща тепло. И я иду, и я пою, и пулемет несу, и чувствую себя в строю, как дерево в лесу. Многие стихи, между прочим, которые написаны во время войны, и рождались именно в строю, в полном смысле слова. Потому что, вот, скажем, ночной какой-то марш, большой переход, мы идем 30-40 километров, нагруженные пулеметами, патронами, гранатами, весь мешки тащим там, и так далее. И вот идем всю ночь, короткий перевал, короткий перевал, и потом мы останавливаемся на 5 минут, идем дальше, идем на ходу, спим. И вдруг во время вот этого марша какие-то строки начинают сами по себе промотаться. Вот у меня так многие стихи на ходу именно появились во время войны. Ну, я еще сейчас прочитаю стихотворение, одно написанное еще во время войны. Ракет, зеленые огни, по бледным лицам полоснули, пониже голову пригни, и как шальной не лезь под пули. Приказ вперед, команда встать, опять товарища бужуя, а кто-то звал родную мать, а кто-то вспоминал чужую. Когда, нарушив забытье, орудие заголосили, никто не крикнул за Россию, а шли гибли за нее. Николай Старшинов, меня роднит с ним очень то обстоятельство, что мы вместе шли в составе наших действующих армий на запад. И нам обоим выпала судьба и счастье быть в какой-то степени голосами наших солдат на привалах, в малые перерывы между боями, выступали, читали стихи. Многие из этих стихов становились необходимыми к солдатам, и солдаты их посылали к бочечею. И вот мне очень родственен по душе именно Коля Старшинов. Он для многих уже не Коля, а его отчество его звучит. А я его называю Николаем Старшиновым, своим младшим однополчанином, не по начальственному рангу. Он, видите, так сказать, уже, по-моему, был сержантом, а я так и остался гвардией рядовым. А по возрасту я считаю себя в некоторой степени более старшим, чем он. Но мы с ним общались и в литературном институте, и на литературных вечерах многих. И где бы он ни выступал, он всегда доходит до сердец читательских. Он вычев и растенчив, он принципиален, он строг и в то же время нежен, потому что он сам прошел нелегкие становления поэта. И он способствует тому, чтобы талантливые люди заметно, масштабно входили в нашу советскую поэзию и множили в ее ряды. Это с ним происходит постоянно. И это очень благодарно отзывается в сердцах читателей. Николай Старшинов, кроме всего прочего, рыбак. Рыбак — человек, любящий природу. Рыбак, умеющий общаться с рекой, с морем, с озером, с красотой природы, и чтит ее, воспевает ее. И в этой холодной избе, что с края села задремала, я сам предоставлен себе, а это ей Богу немало. Вот после рыбалки приду, да скину одежду сырую, в печурке огонь разведу, ухиноварю и перую. И все же мне по плечу, никто, ничто, не помеха. Хочу и до слезка хочу, хочу и рыдаю до смеха. А что же мне радость скрывать, за счастье считать неудачу? Ложусь в ледяную кровать, как мальчик обиженный. Плачу, свидетелей память зову. Да, был я наивен, как дети, и мне не во сне, наяву все виделось в розовом свете. И я, молодой идиот, отрезвая школа солдата, О, как же мне в жизни везет, так сладко я думал когда-то. А может, и правда везло, и нечего портить чернила. Ну ладно, болело тяжело, ну ладно, любовь изменила, ну ладно, порой и друзья ко мне относились прохладно. Ну ладно, жил в бедности, я подумаю, что же мне. Ладно, нельзя ж убиваться, нельзя размазывать трудности эти. Зато я какого езя сегодня поймал на рассвете. Иду по земле волочу, а три красноперки в придачу, и снова до слез хохочу, и снова до хохотов плачу. Воспоминания о цыганке. Вот здесь когда-то у вокзала цыганка бросилась ко мне. Мой дорогой, она сказала, поговорим наедине. Я вижу все, как на ладони, дела твои, судьбу твою, что ждет тебя в казенном доме. В какую ты войдешь семью, к тебе придут почет, награда, но знай, что друг твой интриган. А я рукой махнул, не надо, ибо шутил, я сам цыган. Она вспылила, вот увидишь, что ты поплатишься за ложь. Ты век в начальники не выйдешь, ты век без денег проживешь. И заключила хмуря брови. Еще запомни, ты, родной, узнаешь множество любовей, а настоящей не одной. И пусть, ах, вот какое дело, так будет краткой жизнь твоя. Мне это слушать надоело, да движистый бросил я. Я знал, лукавая гадалка, умеет сверхправдиво лгать, сулить все блага, что и жалко, и гениально вымогать, пугать, смешая быль и небыль. Но вот прошло немало лет. Большим начальником я не был, и лишних денег тоже нет. Любовь была, но как ни странно, прошла ни сердцу, ни уму, а смерть, что мне сулила, рано. Не знаю, где и как приму. Я уже говорил о том, что я вырос в большой семье. Отец у нас только один работал, а все были мало-мало меньше. Ну, естественно, что в Москве было трудно такую рау, как у нас сами мы всегда называли, прокормить. И мы уезжали в деревню под Загорск. У нас там родина отца была еще, бабушка жива. И детство мое, по сути дела, прошло в деревне. А правда, мне в деревне бы родиться, я к ней привязан с малых самых лет. Родиться, по-грестьянски утвердиться, чтобы познать всю тьму ее и свет. Чтобы волшебство ее простого слова впитать мне с материнским молоком. Чтобы понимать, о чем эта корова, так откровенно говорит стелком. А я в Москве родился, неудачник. Меня мальчишки попрекнув Москвой, чтобы обидеть, называли дачник, чтобы утешить, говорили свой. А сколько раз мы вместе пировали, пекли картошку в голубой золе. И ночевали мы, насиновали, и к речке убегали на заре. И понимал я грусть, багряном шуме, октябрьский осиный молодой. И речка, ах, какое имя, сумель, нас обнимала ледяной водой. А правда, мне в деревне бородиться, пускай в дожди, пусть где-то на лугу. Конечно, я и так могу гордиться, что, мол, косить, что, мол, пахать могу. Могу сказать, я из деревни вышел, я до сих пор там первый рыболов. И все-таки, видать, я не дослышал каких-то самых деревенских слов. Но говорю, вода, трава, деревья, я все-таки, все же вас умею понимать. Я не родной, приемный сын деревни, но я люблю ее, как любит мать. Не только эти стихи. Вот детство такое деревенское, значит, вошло во многие какие-то стихи, даже поэмы. Эти годы, как в сиреневом дыму, как в черемуховом детские лета, я и сам не понимаю, почему, но жила во мне нелепая мечта. А хотелось мне тогда сильней всего, мол, надейся, мол, давай не унывай, чтобы в наше неприметное село из Москвы самой пустили бы трамвай. Чтобы мчался он, врываясь в темный бор и почтенно огибая зеленя, непременно, словно конь, во весь опор, обязательно заливиста свиня. Чтобы распугивая ут и кокурей, громыхал он краснобога неуклюж. Все быстрее, все быстрее, все быстрее, меж белеющих садов и синих луж. Я тут с каждой березкой знаком, тут со мной знакомы каждая ветла, а трамвай все заливался бы звонком, пролетая от села и до села. И не знаю я, с чего бы это мне так хотелось не во сне, а наяву, утром въехать не на белом скакуне, на трамвае громыхающем в Москву. Ну, казалось бы, считая суета, ну, казалось бы, ни сердцу, ни уму, но жила во мне такая вот мечта. Я и сам не понимаю, почему. Николай Старшунов, Литонститут, пришел раньше, чем я. И пришел раньше, потому что он раньше ушел на фронт. Он с 24-го года и в 42-м ушел на фронт. Воевал, пехотинец, солдат, рядовой, запевала. Вот до сих пор его, помню, фотографии, такой молодой-молодой, вообще, скажи, пил лодочки-лодочки, на бочок. Я не знаю, где это я фотографию видел, наверное, вообще, скажи, какой-нибудь. Книжки его фронтовых стихов. Наверное, так. Так вот, Николай Старшунов пришел в Литонститут значительно раньше и еще. Тогда, когда не кончилась война. Вот, не знаю, два или полтора курса он проучился в Литонституте, а потом так вообще сложилась жизнь, что ему пришлось уйти из института. Трудное было время. Очень трудно во всех отношениях вообще сказать. Трудное. Вот. А когда я поступил в Литонститут в 50-м году, уже после войны, естественно, вот, то к нам уже по второму кругу, можно сказать, пришел, и вот, Николай Старшунов, и я, счастлив в этом обстоятельстве. Вот. По второму кругу-то мы с ним вот встретились и вместе закончили наш дорогой Литонститут. Николай Старшунов, он какой-то, вот с фамилией у него хорошей Старшунов, а всегда он ходил вообще, так сказать, в рядовых. И какой-то у него характер, да я бы сказал, глубоко, дешелонированный, так, если говорить военные темные, но в общем, какой-то глубокий, обстоятельный характер. И в то время очень прознанный, открытый. Вот. Это человек глубокого, народного слова. В то же время веселый Николай и застенчивый, где-то немножко, вообще, сказать, в стороне и все время пропускающий других вперед и радующийся тому, что другие уходят вперед, помогающие, помогающие уходить вперед. Вот. И серьезный очень, и в то же время веселый. Николай очень любит песни. Песни народные, революционные, очень общительные песни. Вот. Да и стих его очень общительный. И я бы хотел, вообще, сказать, сказать, о том, что Николай, когда он пришел в армию, вот в трудную пору, он был, запевал и ротным. Эх ты, мама, моя мама, выслушай меня ты, не ходи со мною, мама, да военкомата, и не стой, не стой в печали, прислонившись к тыну, и не плачь потом, ночами по родному сыну. Вот, когда мы завтра строим, двинемся в дорогу, помаши ты мне рукою с нашего порога. Буду я боец отважный, может даже летчик, мне никто теперь не скажет, маменькин сыночек. Эх ты, мама, моя мама, выслушай меня ты, ты сегодня просто, мама, завтра мать солдата. А, ну и конечно, вот всегда во мне жила такая благодарность к матери, которая, в общем-то, нас родила, вырастила, вложила свою душу в нас, начиная от малых наших лет. Она только делала, что, значит, бегала, чтобы достать, чтобы прокормить, чтобы обстирать нас, чтобы, значит, мы были сыты, обуты, одеты, чтобы хоть какими-то приличными людьми росли. Вот. И у меня много стихов о матери написано. Вот одно из них, матери моей. Мне кажется, что я помню жизни моей начала, вихрь голубых снежинок, великающих за окном. Мне кажется, что я помню, как мама меня качала и ласково напевала всегда об одном и том. О том, что у ней радость и что ей всего дороже, лежащее на ладонях беспомощное существо. Сынок у меня хороший, сынок на меня похожий. Такого, конечно, не было нигде и ни у кого. А ветер стучал по стеклам, а солнце в глаза било, а мама смотрела на люльку, влюбленный и гордый взгляд. Мне кажется, что я помню, мне кажется, это было недавно, совсем недавно, несколько лет назад. Но годы прошли незаметно, свидание до разлуки, и мама сидит в сторонке, голову наклоня. Когда она постарела, когда она посидела, кого она держит, внука, похожего на меня, поправила шаю на шее, медленно улыбнулась. Наверное, ей показалось, что ветер пробрался в дом, а может быть, ей вздремнулось, и молодость к ней вернулась, и солнце, и вихри снежинок, мелькающих с окном. Осенник. Над речкой, над самой речкой, на горке от логой, трепещет осенний осенник, объятый тревогой. Леснуется ветер, из северных далей нагрянов, о, вихретних листьев, оранжевых, желтых багряных, о, шелест прощальный, и сердце замрет по неволе, от этой пронзительной, этой пленитной боли. И мы расстаемся, уходим объятой болью, прощаясь с землею и с небом, с враждой и с любовью. То черной тучи, то солнца в пробоинах синих, трепещет осенник, трепещет осенний осенник. Что мне судьба не готовь, вынесу беды любые, вера, надежда, любовь, птицы мои голубые. Как подобрел чернозем, выбросил первые всходы, золотобойким езем, солнце упало на воды, в них тут колосье воржи, каждый росой обрызган, и молодые стрижи, в небо врезаются свизгом. Ветер взъерошил листву, дождик закапал, откуда этим дышу и живу, это же сущее чудо. Я и грущу, и смеюсь, меж перелесков и пашин, смерти и то и не боюсь, вот до чего я бесстрашен. Пусть ежедневно терплю, я со потери потерю, если я что-то люблю, значит, надеюсь и верю. Когда угрюмый ливень лупит в крышу, когда осенний ветер листья рвет, мне чудится, что вижу я и слышу, как по глухим лесам идет наш взвод. Нас до костей дождями схлестало, нас прознобило с голодопят, уже и артиллерия отстала, и самолеты нынче не взлетят, в болотной жиже позавязли танки, тогда и наступает наш черед. А ну, пехота, просуши портянки, перемотай обмотки и вперед. Ты никогда еще не унывала, и я с тобой, и я всегда с тобой, мы как-нибудь дотянем до привала, а может, прямо с марша бросят в бой. Давай, давай, не подведи, родная, тебе твердили ласково любя, из всех родов ты самая земная, и вся надежда нынче на тебя. Как далеко то время, но до ныне не позабыты эти марш-броски, и нам, твоим солдатам, теплый иней, пожизненно улегся на виски, мы как-нибудь дотянем до привала, и даже снова на пути своем, не так легко и лихо, как бывало, но мы споем, мы все-таки споем, ну как же мне сдаваться неохота, и все-таки подходит мой черед, но я твержу, не унывай, пехота, перемотай обмотки и вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 К сожалению, в последние годы мне мало остается времени, у меня мало времени на то, чтобы самому писать, потому что я работаю в издательстве, редактирую альманах поэзии, и кроме того, мне пришлось составить в последние годы очень много книг, поэтических книг. Вот в частности, я составил книги, трехтомник, книгу «Земли моё лицо живое», это стихи о сельской жизни, собранные от былин до наших дней, до самых молодых поэтов. Составили несколько книг молодых, вот антологии «Молодые голоса», это стихи молодых поэтов, и 120 поэтов, живущих от Бреста до Владивостока. И вот главный мой труд, я считаю, самый почётный, самый такой для меня, может быть, необходимый даже, это работа к 40-летию Победы, работа над составлением 12-томника, 12-томника «Венок славы». Это выходит издание в издательстве «Современник», 12 томов, посвящённые всем самым крупнейшим битвам Великой Отечественной войны. Первый том, вот, недавно вышел, он посвящён первым дням войны. Второй том и третий том подписаны в печати, это тома о обороне Москвы и о блокаде Ленинграда. Вот, конечно, эта работа много времени отнимает, но она и доставляет много радости и много воспоминаний рождает, поскольку я в эти тома постарался включить не только стихи очень известных поэтов там Симонова, Суркова, Луконина и других, но в эти тома вошли и стихи солдат, непосредственных участников боёв, а это не профессионалы. Я очень рад, что удалось в каждом томе дать целую группу участников войны, инвалидов войны, но, конечно, мы ориентировались на то, чтобы качество стихов было хорошее. Вот, и работаю сейчас над последними томами, томами взятия Берлина, освобождения страны Восточной Европы и сама Победа. Вот, когда я занимался этими книгами, конечно, я всё время держал в памяти своих друзей, своих фронтовых друзей, и вот, как-то, может быть, это меня надолгнул на то, чтобы всё-таки написать какие-то стихи об этом. В частности, я написал стихи, посвящённые моим однополчанам. Друзья моих военных дней, где вы теперь, как вы живёте, той давней дружбы нет верней, рождённой в пулемётной роте. Мне кажется, среди болот, среди лесов, объятых вьюгой, она по-прежнему живёт между Смоленском и Калугой. Там, где февральский мокрый снег выбеливает обелиски, она живёт, как человек, понятный и до нельзя близкий. Она под орудийный гром сидит над гаснущим костром, ползёт по снегу с автоматом, как в том крутом 42-м, как в легендарном 45-м. Вот работая над этой антологией «Венок славы», я, конечно, вспоминал многие эпизоды людей, которые действительно сделали, так сказать, победу нашу. И я, конечно, думал и о войне, и о мире много, потому что мне хочется, чтобы люди жили счастливо и мирно, чтобы не повторились в те бестии, которые принесла война. И одно из стихотворений, как раз тоже последних, по-моему, написано об этом. «Снова сердце распахнуто настиж, и добра, и привета полно. Я желаю высокого счастья всем, кого обходило оно. Дорогие и милые люди, пусть из вас ни один не скорбит, пусть душе вашей больше не будет, ни забот, ни тревог, ни обид. Раскрываю объятия зеленым, удивительным русским лесам, уступаю дорогу влюбленным, потому что влюбился я сам. Что ж тужить нам о веснах и зимах, если были во веки веков даже зимние очи любимых, глубее любых васильков, и от этого звонкого счастья принимаясь за дело с утра, сердце снова распахнуто настиж, и привета полно, и добра. А все же есть река любви, и есть в ней глубина, есть мели, над ней когда-то соловьи, и день и ночь нам песни пели. И мы были времена, когда в объятиях вечеринья и радости, и огорченья, и счастья нам не славна, не славна, река любви, река любви, любви, река не ка любви. любви, и любви, утихло помнелело, река любви, река любви. любви, и еще сверкает ряда, но дно уже блестит в лучах заката, а ведь совсем не так давно Но мы были каждой встрече рады. И вот теперь, как берега, Которым не соединиться, И счастье нам теперь лишь снится, Как сняться волнам облака. Река любви, Река, река любви. Ах, как она нам песни пела, Так не поют и соловьи. И вдруг утихла, обмелела. Река любви, Река любви. 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 Ах, как она нам песни пела, Так не поет и салагает. И вдруг утихала, обмерела река любви, река любви, река любви.